Аппаратное совещание Министр подтвердил, что это абсолютно правильное решение Работы по этому направлению уже ведутся Решаются вопросы по выделению компенсации жителям за протечки в крышах домов Ранняя весна грозит и более серьезными проблемами, чем просто падение ледяных глыб с крыш Павдых может начаться в самое ближайшее время В зону подтопления по наихудшему сценарию попадают 17 населенных пунктов в 6 муниципальных образованиях И в частности город Ульяновск, как вы сейчас сказали, мостовая сельдь дачный в Рыпаевка И в зону возможного подтопления, как у нас в прошлом году стрельнуло И в этом году, скорее всего, тоже стрельнут, поскольку никаких работ особо не было сделано Луговое И поселок Боротаевка Городская администрация в ежедневном режиме занимается вопросами опасных зон Работы ведутся в Рыпаевке и Мостовой Полностью идет очистка от снега всех этих водопропускных каналов И там, где стройка, единственные сейчас жалобы есть там по улице Труда Но мы пока не приступаем к устройству этих водков Пока не очистим здесь все Там ежедневно два экскаватора сейчас работают В мэрии услышали спасателей Пообещали заняться противопаводками мероприятиями в Боротаевке Сложным остается вопрос со взрывом льда на реке Сура Весна наступила слишком быстро И с военными об их проведении договориться не успели Урегулировать все спорные моменты обещают в ближайшее время К паводку готовятся и дорожники Сильный перепад температуры негативно сказывается на состоянии дорожного полотна В настоящее время заготавливаются мешки с песком Для того, чтобы быть готовым к переливам воды через дороги В настоящее время из плановых полутора тысяч мешков То тысяча триста заготовленная работа продолжается К 25 марта дорожники планируют полностью очистить все львневки Сейчас на областных дорогах работают 14 бригад Еще шесть бригад задействованы в областном центре Теплая погода стала косвенной причиной еще двух сложных ситуаций в Ульяновской области Обе они случились на прошлой неделе в системе здравоохранения И в общем-то из-за определенной подвижки грунта Два объекта больницы психоурологического диспансера имени Капсова Получили очень серьезные повреждения В течение двух дней проходила эвакуация пациентов с пострадавших корпусов Их отправляли в безопасное здание больницы и бывший роддом центральной медико-санитарной части Некоторых не тяжело больных отправили домой на поруки родственников На 8 число, а точнее даже на ночь 7-го Корпус номер 2 нижней больницы полностью был освобожден пациентов И персонал закрыт, двери опечатаны Доступ людей туда прекращен Вторая ситуация произошла в Николаевском районе Там случилась вспышка кори Ей заболели 14 человек, как взрослых, так и детей Два ребенка и одна санитарка из Барановской больницы доставлены на лечение в Ульяновск Источником инфекции стали два брата, приехавших из Москвы Но главная причина кроется совсем не в этом В последнее время стало очень немодным проводить вакцину Стало модным отказываться от вакцинации После этого мы сейчас пожинаем те плоды, которые есть Народ против кори не прививается В результате получаем то, что получаем Сейчас район в полном объеме обеспечивает вакцины Здоровью заболевших, к счастью, ничего не угрожает А вот в плане пропагандистской работы предстоит сделать еще многое Егор Стоф, Юрий Конехин, Новости дня, Ульяновская правда